Я вас приветствую, многоуважаемые подписчики моего канала, а также те, кто по воле ютуба попал сюда совершенно случайно. Сегодня понедельник и снова разоблачение, но не луафасры, а эпосафы. Эпос Афа. Афера Эпоса. Программы Эпос. Как раз очередная дата 15 июля приближается. Я рад, дорогие, что темы вам нравятся и не только про лафасру, но и другие на моем канале, авиационные в том числе, подписчиков уже приближается к тысяче. Ну и приступим. Итак, дорогие многоуважаемые, о невпихуемых я уже рассказывал и ссылка будет внизу, а вот о нестыкуемом в приближении очередной годовщины этой нестыкуемости побеседуем сейчас. Экспериментальный полет Аполлон-Союз, также известный как рукопожатие в космосе, программа совместного экспериментального пилотируемого полета корабля Союз-19 из СССР и американского, якобы, космического, якобы, корабля Аполлон, якобы. Все это случилось, опять же, якобы, 15 июля 1975 года. Многие из нас и из вас, уважаемые смотрители и подписчики моего канала, помнят, что атрибутикой этого полета было заполнено многое. Два состыкованных корабля стали не только эмблемой, но даже символом начинающегося сотрудничества, разрядки. Мы, рядовые граждане, надеялись на искреннее потепление отношений не только с США, но и со всем западным миром. И вот он, восторженный тон одного из дикторов советского телевидения. Добрый вечер, дорогие друзья. Два оборота вокруг Земли в состыкованном состоянии пролетали уже космические корабли двух государств. Но кто-то тогда уже подумывал, что это не высшее техническое достижение, а претендентство на Оскара или Золотую ветвь, или еще какого, Саратовского или Денверского кинофестиваля. Но и сейчас, при реконструкции этого события, у меня закралась сначала, а потом превратилась в уверенность, что не было это никакой стыковкой вообще. Давайте посмотрим, как это было. Вот что сообщают официальные источники, а мы будем логически осмысливать их так же, как и делаем с Луафосрой. Хотя и это штука продолжения той самой Луафосры. Первое, с чем должны были столкнуться конструкторы, это колоссальное различие в конструкции советских и американских кораблей. Тут и разная газовая среда для дыхания космонавтов и астронавтов, разное давление внутри кораблей, несовместимые стыковочные узлы. Но задача была поставлена, и надо было ее решать, и раз уж Союз Аполлон совершенно не предназначены были для стыковки друг с другом, чтобы стыковка стала возможной, каждая из сторон должна была провести серьезную работу. Возьмем критерий испытания любого нового изделия, тем более авиационного, космического. Оно должно быть исполнено в той среде, в которой будет применено. Такой подход подтверждают слова дважды Героя Советского Союза, космонавта, тогдашнего заместителя главкома ВВС, генерал-лейтенанта авиации Владимира Александровича Шаталова. Мне довелось с ним сделать несколько лет назад телефонное интервью, но правда не на эту тему. Следуя установившейся у нас традиции, говорит Шаталов, космический корабль испытывался не только в беспилотном варианте, но и с экипажем на борту, который испытывал доработанные системы в полете. Я считаю, говорит Шаталов, эту традицию оправданной. Полную уверенность в работоспособности той или иной космической системы могут дать только испытания в самом космосе. Думаю, если бы на нашу долю выпало изготовление шлюзовой камеры, продолжает дважды Герой Советского Союза, мы бы и ее испытали в условиях космического полета. Это означает, что и советские, и американские модифицированные корабли, каждый по отдельности, должны были еще до начала совместного полета пройти всевозможные испытания, и при том обязательно успешные испытания, и испытания в космосе. Как СССР готовил космическую технику к новому полету Аполлон-Союз? В ноябре 1972-го еще года решено было использовать для ЭПАС модернизированную ракету 11А511У, которая разрабатывалась для нового корабля 7КС, будущий Союз-Т, и позволяла увеличить массу корабля примерно на 200 килограмм. Нагрузки на корабль при модернизированной ракете-носителе увеличились, и его конструкция корабля, имеется в виду, была соответственно доработана. Для испытания новой ракеты-носителя производится 7 пусков с беспилотными аппаратами, и один контрольный пуск с первым беспилотным кораблем. Отработка новой системы аварийного спасения экипажа на первом участке полета. Это как раз второе крупное изменение, где есть система аварийного спасения. В целях большей безопасности и спасения экипажа на стартовом участке полета, учитывая международный характер программы, принимается решение о доработке САС, системы аварийного спасения. Для этого предусматривались два пуска на экспериментальной установке с имитацией аварии. Летом 1974 года состоялся пуск экспериментальной установки для проверки новой САС. Этот пуск закончился неудачей. Второй пуск прошел без замечаний. Теперь о корабле «Союз». Его доработка до состояния «Союз-М». Осенью 1972 года начались работы по кораблю «Эпас». Корабль получил обозначение 7КТМ. В сообщениях ТАСС запускаемым космическим кораблям были присвоены очередные номера «Союзов». А беспилотники шли под обозначением «Космос». 15 декабря 1972 года выпускается эскизный проект корабля «Союз-М» для программы «Эпас» и определяются основные требования к ракетно-космическому комплексу. Корабль имел стартовую массу до 6790 кг. Экипаж – 2 человека. Ресурс системы жизнеобеспечения – 15 человека суток. О, какое интересное определение. В силу большого комплекса доработок корабля 35-40% принимается решение о проведении его летных испытаний в количестве двух беспилотных пусков и одного-двух пилотируемых. Поэтому в производство были заказаны 6 кораблей. Заводские номера с 71 по 76. Из них два для совместного полета по программе «Эпас». В середине 73-го года был выпущен основной комплект конструкторской документации. Работа закипела по изготовлению железа и различным экспериментам. Первый беспилотник – «Космос-638». Испытания были проведены с 3 по 13 апреля 74-го года. Корабль был испытан во всех режимах с положительными результатами. Но возвращение корабля на Землю происходило в режиме баллистического спуска. Это допускалось. Однако нужно было знать причину к несанкционированному переходу к такому режиму спуска. Что произошло, в центре управления поняли сразу. На корабле стоял Т-образный сопловый насадок или сопловой для сброса давления из бытового отсека. Я вот читаю, а представить эту штуку не могу и картинки не найду. Давление сбрасывается перед отделением бытового отсека в процессе спуска. Рядом с этим насадком была установлена стыковочная мишень. На ней при сбросе воздуха появилось давление. И корабль получил нерасчетные возмущения. И тут, дорогие, я чуть отклонюсь и обращу вас к программам «Аполлон-13». Вот когда у них там все взорвалось, какие же нерасчетные возмущения получила та система. Но продолжим. На это возмущение отреагировала система ориентации и зафиксировала потерю этой самой ориентации. И перевела спускаемый аппарат в баллистический спуск. Это был досадный случай. Ошибку не заметила ни одна группа специалистов. Ну, что типа сброс давления повлияет на систему ориентации. Вот как. Так бывает. Одна железка сбила весь корабль на баллистический спуск. Будь корабль пилотируемым, космонавты бы испытали на себе опасные перегрузки. Этот случай подчеркивает, что при разработке космической техники все новое нужно обязательно испытывать в реальных условиях, то бишь в космосе. Никакие компьютерные моделирования, тем более тогда их не было, никакие технические совещания не смогут предсказать все возможные нештатные ситуации. Ошибку не заметила ни одна группа специалистов. Ну, чё там? Тошни на Луну летать. Русские лапти, блин. И это лишний раз подтверждает правоту Владимира Александровича Шаталова. Вот к той цитате, с которой мы и начали. Всё, что будет работать в космосе, должно быть в космосе испытано. Второй беспилотный полёт корабля «Союз-М» с заводским номером 72 под названием «Космос-672» был успешно выполнен в период с 12 по 18 августа 1974 года. Третий и уже контрольный полёт корабля «Союз-М» заводской номер 73 был осуществлён со 2 по 8 декабря того же 1974 года под названием «Союз-16» с экипажем в составе дважды Героя Советского Союза лётчика-космонавта Рука Вишникова Николая Николаевича и дважды Героя Советского Союза лётчика-космонавта Филипченко Анатолия Васильевича. Этот пуск завершил испытание корабля. На день старта «Союза-19» по программе «Эпос» план предусматривал практические работы по двум кораблям с заводскими номерами 75-76. Корабль 74 находился в резерве. А что же с американцами? Они предложили один единственный экземпляр корабля. «Аполлон», конечно. Это создало немалые трудности для советской стороны. Дело в том, что если на Байконуре уже заправлены топливом основной корабль и дублёр, а американцы вдруг сообщают о задержке, то топливо из «Союзов» уже не сольёшь. Потому что в топливе есть химически агрессивные вещества, которые постепенно разрушают элементы конструкции двигателя. И в итоге заправленный, но не стартовавший вовремя корабль выходит из строя. Именно на этот случай был изготовлен и доставлен на Байконур в качестве резервного корабль «Союз-М» заводским номером 74. По сути дела США лишь имитировали подготовку космической техники по программе «Эпос». У «Аполлона» по программе «Эпос» предусматривалась крупная и принципиально новая дополнительная часть – стыковочный модуль. Это промежуточный шлюз для стыковки кораблей и перехода экипажей из корабля в корабль. Масса изделия 2 тонны, длина 3 метра. Это как раз о разности давления внутри кораблей. Именно этот модуль должен служить камерой для выравнивания давлений. И снова вернёмся к цитате Владимира Александровича Шаталова дважды героя Советского Союза, лётчика-космонавта. Думаю, если бы надо было испытать шлюзовую камеру, мы бы испытали её в космосе. Но ничего подобного американцы не сделали. Можно сопоставить, что было сделано сторонами, участвующими в проекте. В СССР изготовлено и испытано 6 кораблей специально для программы «Эпос». Из них испытано 2 беспилотника на орбите, 1 пилотируемый корабль на орбите. Приведён в полную готовность дублирующий корабль. В дополнение к дублирующему подготовлен резервный корабль. Для доработки ракеты-носителя произведено 6 испытаний в космосе. Для доработки аварийной системы спасения космонавтов проведено 2 испытания. В США никаких испытаний в космосе произведено не было. Не было у них и резервных кораблей. В США был выделен всего один корабль, якобы оставшийся от лунных полётов. Сведений о доработке ракеты в США нет. После программы «Эпас» ракета «Сатурн-1В» ни разу не использовалась. Почему же американцы ничего не испытывали в космосе и не предусмотрели никаких мер по резервированию техники? Один «Аполлон» у них якобы остался на складе. Вот им и решили воспользоваться. Действительно, если верить легенде о полётах американцев на Луну, то следует признать, что выделенный оставшийся корабль «Аполлон» — это достоинство. Ведь предыдущие-то слетали нормально. Но ведь дело в том, что для программы «Эпас» старый «Аполлон» никак не подходил. Ведь на «Аполлон» для перехода из корабля в корабль нужно было устанавливать весьма громоздкий переходный шлюз. Весом, как я уже говорил, две тонны длиной три метра. И с новым, причём нигде не использованным ранее стыковочным узлом. Одно из двух. Или американцы — волшебники, создающие космическую технику, не требующую испытаний в космосе. Или они просто не собирались запускать «Аполлон». Есть ли у нас основания верить американцам в создании сверхнадёжной техники? Нет таких оснований. Впрочем, обоснованность этого, не веря в дальнейшем, подтвердили сами американцы, сочинившие сказку о поломке этого самого модуля шлюза на орбите. Для имитации подобного полёта достаточно одной полномасштабной модели макета корабля «Аполлон». Модель эту нужно активно показывать на земле, обсуждать устройства с советскими специалистами, пристыковывать что угодно к этой модели, тот же модуль-шлюз, а затем отстыковывать, проводить различные наземные испытания, изображать тренировки, ну и проводить побольше совещаний, обсуждений, в том числе с советскими партнёрами по программе ЭПАС. В общем, изображать кипучую деятельность, но всё это на Земле. А испытывать в космосе то, что всё равно туда никогда не полетит, занятие бессмысленное. Согласно программе, «Союз-19» должен был провести две стыковки с «Аполлоном». В этих стыковках активная роль отводилась «Аполлону». Но очевидно, что и умелые, профессиональные действия экипажа «Союза-19» должны были способствовать успеху стыковок. В каждом полёте космонавты что-то делают впервые. Но когда речь идёт о первом международном полёте, то количество этих «впервые» должно быть минимальным. Стыковку всегда выполняет командир экипажа. Вот тут возникает наш интерес к практическому опыту Леонова Алексея Архиповича, командира «Союза-19». Он должен был вынести из своих предыдущих полётов следующий практический опыт. Опыт командования космическим кораблём. Опыт изменения параметров орбиты корабля. Опыт сближения с другим кораблём. Опыт стыковки с другим кораблём. Опыт полёта на «Союзах», а лучше прям вот на «Союзе-М». Опыт участия в генеральной репетиции советской части ЭПОС. И, конечно, в качестве командира. Такая генеральная репетиция прошла на орбите в декабре 1974 года во время восьмидневного полёта корабля «Союза-16». Ни Леонов, ни его бортинженер Кубасов в этой репетиции не участвовали. Также необходим опыт многодневных полётов на орбите, поскольку полёт «Союза-19» планировался на шесть суток. Ну и, наконец, последний или крайний космический полёт командира должен быть недавним, чтобы практические навыки были свежими, чтобы руки помнили, как говорится. Ни одному из восьми вышеперечисленных условий к июлю 1975 года космонавт Леонов Алексей Архипович не отвечал. Не буду перечислять все восемь условий, только с частицей «не». Мы с вами люди опытные в этой теме и сами всё знаем. Полёт «Восхода-2», на котором Леонов даже не был командиром, длился одни сутки и происходил за десять лет до программы «ЭПАС». А отвечал ли кто-то с формулированным восьми этим пунктам, требованиям из тогдашнего отряда космонавтов? Или таких не было? Да были Беляев Павел Иванович, Губарев Алексей Александрович, Береговой Георгий Тимофеевич. Были командирами союзов, которые уже выполняли стыковки и сближения, естественно, с другими кораблями. Полёты были многодневными, а Филипченко Анатолий Васильевич в дополнение ко всему этому ещё и с бортинженером Рукавишниковым Николаем Николаевичем совершили тот самый декабрьский полёт на «Союзе-16» в «Союзе-М». Это и была генеральная репетиция по программе «ЭПАС». Таким образом, Алексей Архипович очень проигрывал другим космонавтам по части практического опыта. Так почему же он был командиром-то «Союза-19»? Такой вопрос Алексею Архиповичу задали по случаю 30-летия программы «ЭПАС». Вот что ответил Алексей Архипович. «Искали космонавта, который чаще других оказывался в критических ситуациях. Тогда я был единственным, кто побывал в открытом космосе». Конец цитаты. Неужели это единственный критерий, который перевесил все остальные восемь? И неужели он главный? А может быть, нужен иной человек, который умеет обходить критические ситуации? Но Алексей Архипович и нарушал инструкции. Задачей Леонова во время полета «Восхода-2» был выход в открытый космос. Он ее выполнил. Но создал одну за другой две внештатные ситуации. В первой из которых мог погибнуть лично он, а во второй он и еще в придачу командир корабля Беляев вместе со всем кораблем. И все это из-за пренебрежения инструкциями. Вот что говорят об этом разработчики скафандров, ну или один из них в газете «Аргументы недели». Вопрос. Как получилось, что скафандр Леонова раздуло? И Алексей Архипович, лишь испытав чудовищное напряжение, вернулся на борт корабля. Ответ. Вопреки инструкциям, он вошел в шлюзовую камеру головой вперед, а потом с трудом развернувшись в мягкой шлюзовой камере, была бы жесткая конструкция, космонавт был бы обречен, сумел за собой закрыть люк. Скафандр тут ни при чем. Конструкция отработала штатно. Скафандр, как футбольный мяч, не может раздуться больше, чем заложены конструкцией. Конец цитаты. Утверждение Леонова о том, что «я тогда был единственным, кто побывал в открытом космосе», тоже вызывает удивление. Во-первых, за шесть лет до ЭПАС в январе 69-го года космонавты Хурмуф Евгений Васильевич и Елисеев Алексей Станиславович вышли в открытый космос из корабля «Союз-5» и перешли в корабль «Союз-4». Это был первый в мире переход из корабля в корабль через открытый космос. Во-вторых, опыт выхода в открытый космос был абсолютно бесполезен для выполнения официальной программы ЭПАС. Она не предусматривала выход в открытый космос. Но вернемся к «Восходу-2». Были во время выполнения полета «Восхода-2» и другие трудности, но выпутывался из них не Алексей Архипович. Например, пришлось осуществлять спуск корабля на Землю в ручном режиме. Корабль сел в зимней тайге далеко от заданного района, но управлял кораблем при спуске с орбиты командир корабля. То есть, что и говорить, странный выбор был сделан по части командира «Союза-19». Может, дело в том, что и сама программа ЭПАС была странной, а вовсе не такой, какой ее представляет официоз. Но об этом чуть дальше. Возникают вопросы. И все, что мы обсудили, для меня это уже серьезные вопросы. О других чуть позже. Афера США с высадкой американских астронавтов на Луне была информационной спецоперацией глобального масштаба. И что важно, СССР был молчаливым, но участником этой аферы. Поскольку брежневское руководство СССР продолжало курс на политическое сближение с США и Западом, политика разрядки, опять же, а в большем масштабе и теория конвергенции, вот по аналогии с лунной аферой, в 1975 году была разыграна вторая информационная глобальная спецоперация, теперь уже совместная, для того, чтобы еще крепче привязать союз к лунной афере. Тут роль СССР уже была активной, как и в политическом плане, так и в финансовом, так и в технологическом. Истинную подоплеку ЭПАС знала лишь кучка людей из политической и научной элиты. Были в курсе этой аферы? И не совсем элиты, просто космонавты. Те, что с американской стороны, ну и с нашей, Леонов и Кубасов. Естественно, для такой операции выбираются люди с особыми личными качествами. Что касается командира Союза-19, то он должен был иметь не просто хорошие, но отличные отношения с американцами. Не только с астронавтами, но и с прочими американскими партнерами. Мы сравнительно мало говорим о втором члене экипажа, бортинженере Кубасове. На что есть две, как минимум, причины. Первая, это то, что личность командира корабля, конечно, является определяющей. А вторая, может быть выражена некоторыми русскими пословицами. Рыбак рыбака видит издалека, или ворон ворону глаз не выклюет, или среди ворон орлом не будешь, и так далее. Ну и спецслужбы. Обеих сторон этот выбор командира и его бортинженера проверили и утвердили. Как же так? При наличии других опытных космонавтов, командир Союза-19 не имеет опыта, который мы обсуждали, да и летал только 10 лет назад и одни сутки. Тут и закрадывается предположение, что программа ЭПАС не предусматривала ни встречи с Аполлоном на орбите, ни стыковки с ним. И Аполлон вообще оставался на Земле. А на орбиту выходил только Союз-19. На это указывает уже обсужденные нами, в частности, как интенсивная подготовка к программе ЭПАС Советского Союза, и то, как ничего не делали и не сделали, спустя рукава отнеслись к этому американцы. Тогда генеральная репетиция, в которой участвовали другие космонавты, пусть, мол, они рискуют, выглядит, конечно, цинично. А этот экипаж Леонов-Кубасов берегли для основного выхода на сцену. Любая спецоперация требует легенды прикрытия. Но легенды – это не просто документы, справки, записи, видеокамер, ну, еще какие-то вещи. Это и огромные расходы государств. Легенда о лунной афере этому подтверждения. Но и с Союзом М случилось тоже нечто подобное. Создали их целую кучу, и мы говорили, а полетов, совершено пилотируемых, было в генеральной репетиции, далее Союз-19, Союз-22, и на этом история корабля Союз-М закончилась. Получается, что тысячи людей переделывали базовый корабль всего ради трех пилотируемых полетов. И, конечно, специалисты, создававшие эту технику, безоговорочно верили, что принимают участие в создании корабля для совместного советско-американского полета. Интересно почитать, что командир Союза-19 и бортинженер написали о совместном полете в своих мемуарах. Оказывается, практически ничего. Любопытно молчание Леонова Алексея Архивыча о деталях полета ЭПАС. Например, в его книге «Жизнь среди звезд», написанной после ЭПАС, нет сколько-нибудь подробного описания этого полета. А это ведь и вершина, и окончание космической карьеры дважды Героя Советского Союза. Есть книга воспоминаний Кубасова «Прикосновение космоса». И что удивляет, полету ЭПАС посвящено максимум несколько абзацев. В основном в книге рассказы о первом и третьем полете Кубасова. Причем третий полет отписан чуть ли не поминутно, включая процесс посадки. А самое большое достижение в карьере космонавта, дважды Героя Советского Союза, Кубасова, полет ЭПАС, описан удивительно скупо. Скорее всего, присутствуют некоторые опасения автора. Известно ведь, то, что написано пером, не вырубишь топором. Чем больше, чем подробнее напишешь о совместном полете, которого не было, тем больше шансов запутаться при перекрестном допросе. Нашим с вами, любопытных, о чем же молчали два заслуженных советских космонавта. Логически помыслим. В сентябре 1974 года в Москве представителями НАСА и Интеркосмоса подписано соглашение по информационной политике в совместном проекте «Аполлон Союз». Надо ли думать, что смысл этого соглашения включает в себя и элементы утаивания от общественности некоторых аспектов программы? Пусть бы СМИ каждой страны или любой страны мира рассказали об этом полете в соответствии с интересами своей аудитории. Другое дело, если предстоит сделать одно, а рассказывать и показывать другое. Чуть другое. Вот тогда и нужно договариваться о совместной линии. В Советском Союзе вышла книга в политиздате «Союз Аполлон» в РКК «Энергия». Также вышла крупная книга. А интернет сегодняшний скопирован в основном с американских источников. Это говорит о том, что лидером в информационном обеспечении были все-таки они. В июне 1974 года группа американских специалистов побывала в Центре подготовки космонавтов имени Юрия Алексеевича Гагарина. Тогда были на макете корабля «Союз» отрепетированы все варианты полетных съемок, вплоть до того, куда будут болтаться кабели в невесомости, куда поставить освещение и так далее. Аналогичная работа была проведена советскими специалистами на макете «Аполлона» в конце 1974 года в Хьюстоне. Это отрывок из статьи «Аполлон. Союз. Как слышите?» В разделе «Совместимость полностью подтверждена» в книге «Союз и Аполлон» издательство «Политиздат». Некоторые акценты в подготовке будущих репортажев вызывали у советских специалистов недопонимание. Так, например, пишут инженеры Бобков и Денисов в статье «От замысла до металла» в разделе «Дни, расписанные по минутам» из той же книги. При распределении времени на киносъемки столкнулись с, казалось, неразрешимыми проблемами. Американские коллеги заявили, что их интересуют прежде всего телевизионные передачи и предложили выделить для них большую часть времени. В космическом центре в Хьюстоне была даже образована специальная телевизионная группа. Ей поручено заниматься вопросами бортовых телевизионных передач. Надо иметь в виду, что если отводится больше времени для телевизионных передач, требующих иного освещения, чем для кино- и фотосъемок, то тем самым неминуемо сокращается время этих фотокиносъемок. А советская практика подтвердила важность и кинолент, и фотоматериалов. Конец цитаты. Киносъемка обеспечивает высокое качество в сочетании с динамической картинкой. Это дает массу возможностей для анализов снятого сюжета. Но как раз это фальсификаторам и не нужно. Фотографии тоже обеспечивают высокое качество, но статичность резко снижает возможность анализа. Поэтому НАСА представила на своих сайтах немало высококачественных фотографий. Ну, так же, как с Луны. Почти 6 тысяч. Телерепортажи – это самое эффективное средство воздействия на зрителя. Они создавали у большинства зрителей впечатление полной реальности. Телерепортажи можно передавать плохого и очень плохого качества. Ну, как это мы видели якобы с Луны. Телезритель спишет это на трудности космической связи. Плохое качество изображения сводит к минимуму возможностей анализа. Это-то и нужно фальсификаторам. К тому же, изображение с орбиты перебивается кадрами показа внутренностей центра управления, сосредоточенные лица специалистов, радиоантенны центров связи и так далее и тому подобное. Но все как мы любим. Это усиливает впечатление от великого события, но ухудшает возможность анализа самого события. Такие репортажи и подготовили американцы. Благо, богатый лунный опыт был. Но как передать такие телерепортажи с несуществующего на орбите Аполлона? Орбитальные корабли идут на небольшой по космическим меркам высоте. И сеанс связи занимает прямо минуты, то есть прямой видимости. По словам одного из специалистов по радиосвязи, ветерана из ЦУПа, если с Союза-19 не будет идти телерепортаж, то это обстоятельство будет немедленно раскрыто практически любым радиолюбителем. Так что корабль на орбите нужен. И не просто корабль, а тот, с которого идут теле- и видеорепортажи. То, что Союз-19 будет один, не заметит ни один видеонаблюдатель. Для радаров что один, что два корабля выглядят одинаково, если они состыкованы. Оптические телескопы днями бессильны. Им мешает яркое голубое небо или облачность. Ночью же корабли в тени Земли так же темны, как небо вокруг них. Поэтому Союз-19, будучи на орбите в одиночестве, может безопасно передавать заготовленные репортажи. Но встает другая проблема. Отснятые материалы записаны на бобины с видеолентой. Значит, нужно видеопроигрыватель. А он в Союзе-М, тот, что Союз-19, не предусмотрен, поскольку разработчики корабля создавали этот корабль в рамках официальной программы. Вот как пишут о необходимости передачи именно американской аппаратурой или советской, но совместимой с американскими пленками, репортажей с орбиты. Никитин, руководитель 4-й рабочей группы, ЭПАС и Родянский, кандидат технических наук, в статье Аполлон, ЯСоюз, как слышите. Проверку на совместимость было решено проводить в Хьюстоне, в лаборатории электронных систем, оборудованной для этих испытаний. Нам для этого надо было изготовить эквивалент радиосвязи корабля «Союз», эквивалент проводной связи и имитатор телевизионной камеры и телевизионного блока с генератором телевизионных сигналов. Они были изготовлены в первых числах января 1974 года и отправлены в Хьюстон. Получив набор таких имитаторов, американцы начали создавать видеопроигрыватель с нужными параметрами. Ближе к старту «Союза-19» этот видеопроигрыватель должен был как-то оказаться в корабле. Теперь в нужный момент нужно было отключить данные, передающие системы «Союза-19» и подключить американские, то есть видеопроигрыватель. Отключение ТВ советского корабля, скажу чуть позже, действительно произойдет. Это случится в день старта, всего до 5 минут до старта. Есть еще один важный момент, связанный с американским видеопроигрывателем. Ведь это же дополнительный груз для ракеты. Сегодня мы привыкли к компактности видеопроигрывателей, но в те годы подобная профессиональная аппаратура весила до 200 кг. Такая дополнительная нагрузка для ракеты не пустяк. Разработчики «Союза-М» естественно, впритык согласовали массу корабля «Союз-М» с возможностью ракеты. Поэтому большая дополнительная масса была просто невозможна. Генерал-майор в отставке Попов, заместитель в те годы начальника космодрома Байконур и его главный инженер, рассказал интересную историю. Уже через 30 примерно лет после программы ЭПАС, эта история опубликована в журнале «Воздушно-космическая оборона» номер 5 за 2003 год. Мало кто знает, что 15 июля 1975 года «Союз-19» мог и не подняться на орбиту. В связи с установкой новых приборов вес корабля значительно вырос. За три месяца до старта расчеты показали, что необходимо увеличить количество заправляемого топлива. Баки для жидкого кислорода позволяли решить проблему, а баки для керосина только в том случае, если керосин охладить до 8 градусов. На Байконуре железнодорожные цистерны с керосином стояли под открытым небом, и за три месяца промышленность не могла обеспечить охладители такой мощности. Но командование космодрома поставило задачу охладить 180 тонн керосина. В течение двух недель примитивные охладители, работающие на принципе теплообменника, охлаждаемые жидким азотом, изготовили. В итоге керосин на старт подали с температурой 6 градусов Цельсия и заправили топливные баки под горлышко. Точную дату приказа вот для всей этой операции Попов не сообщает. Но как могло получиться, что всего лишь за три месяца до старта стало известно о превышении расчетной массы. Такие расчеты делают гораздо раньше, когда еще проектируются, испытываются все новые узлы корабля «Союз». Вот под видом этой неожиданности и протаскивали американскую видеоаппаратуру на корабль. Считать, что наши конструкторы посчитали массу «Союза-М» окончательно лишь за три месяца до старта, такого точно не бывает. Если бы охлаждение керосина практиковалось на Байконуре до 1975 года, то приказ к космодрому срочно изготовить охладитель просто не появился бы. Но есть свидетельства того, что заливка охлажденным керосином баков была в то время новинкой. Данная работа была высоко оценена как ценное распредложение. Выплачено было даже вознаграждение в размере полутора тысяч рублей не кем-нибудь, а министром обороны. Пройдет еще не один год, и заливка баков охлажденным керосином станет обычной практикой. Технически это выглядит так. Плотность керосина при охлаждении с 36 до 6 градусов увеличивается на 3%. А увеличение заправки ракеты керосином на 3% увеличит и массу выводимого груза на эти же 3%. Масса корабля «Союз М» 6800 килограммов. Такая масса была запланирована. 3% от этой массы составляет как раз примерно 200 килограмм. Ни слова не говорится об охлаждении керосина в весьма объемной книге «Союз и Аполлон», о которой говорилось ниже, изданной в 1976 году главным партийным издательством «Политиздат». Допустим, написать об этом через год после полета помешала советская секретность. Но прошло 20 лет после программы «ЭПАС» и вышло специальное юбилейное издание РКК «Энергия». Большинство участников «ЭПАС» в то время были еще в добром здравии и даже работали в той же энергии. Советского Союза вот уже 5 лет как нету, и в моду вошло раскрывать секреты Красной «Империи зла». Но и в этом издании нет ни слова об охлаждении керосина. Прошло еще 7 лет и вышли очень подробные воспоминания видного участника советской части «ЭПАС». Там было даже о высоком качестве обеда, которым угощали американцы, советских делегатов, описывает этот автор. Но вот об уникальной операции для тех лет впервые охлаждения керосина нет ничего. И только через 28 лет главный инженер космодрома поведал историю об охлаждении керосина. Попов, между прочим, военный человек, генерал-майор в отставке, приучен держать язык за зубами. Но и он решил, что через 28 лет это уже не тайна вовсе про охлажденный керосин, а разработчики все еще молчат. Так знали ли сами разработчики о том, что Союз-19 будет стартовать с каким-то дополнительным грузом. Примерной массой в 200 килограмм. Конечно, в компетенцию генерал-майора в отставке не входило знать возможности космической промышленности. Скорее всего, он повторил слова тех, кто давал приказ на охлаждение керосина. На самом деле космическая промышленность СССР в то время находилась на высочайшем подъеме. Охладитель сделать не луноход изготовить. То, что этот охладитель размером с железнодорожную цистерну никого и не смутило. И для разработки такого охладителя достаточно несколько недель и несколько конструкторов. Так с какой стати авторы этого приказа об охлаждении керосина не обратились на какой-либо завод космической промышленности? Скорее всего, вполне обоснованно опасались утечки информации с какого-либо завода. Вот именно с этой целью секретности задание и было порочено самому космодрому. Минимум посвященных это азбука секретности. И на самом космодроме были приняты меры секретности. Керосин охлаждался не на стартовой площадке, а непосредственно на складе начальника тыла космодрома Байконур. Во всяком случае, именно так написала учительская газета в статье «Союз Аполлон перипетии старта» 8 июня 2003 года. Разработчиков на склад не пустят, им там делать нечего. По свидетельству ветеранов, на космодроме действовал очень строгий пропускной режим. Когда же ракету будут заправлять на старте, она покроется инием от охлажденного кислорода. Температура жидкого кислорода равна примерно минус 183 градуса. И кто из непосвященных догадается, что в керосиновой баке залит охлажденный керосин? Вот так это было. На этом разбор эпосафы не закончен. Встретимся через неделю. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok Ветер ли старое имя развеял? Нет мне дороги в мой брошенный край Если увидеть, пытаешься издали Не разглядишь меня, не разглядишь меня Друг мой, прощай! Я уплываю, и время несет меня с края на край С берега к берегу сот, мели-кот, мели-друг мой, прощай! Знаю, когда-нибудь с дальнего берега Давнего прошлого Ветер весенний ночной Принесет тебе вздох от меня Ты погляди Ты погляди Ты погляди Ты погляди Не осталось ли что-нибудь после меня Полночь забвенья На поздней окраине Жизни твоей Ты погляди Без отчаяния Ты погляди Без отчаяния Вспыхнет ли, примет ли облик Безвестного образа Будто случайного Примет ли облик Безвестного образа Будто случайного Это не сон Это не сон Это вся правда моя Это истина Смерть, побеждающий вечный закон Это любовь моя Продолжение следует... Субтитры добавил DimaTorzok Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Это любовь моя Субтитры подогнал «Симон»